Символ балкона во сне. О чем может рассказывать этот символ нам? Давайте посмотрим. Символ балкона является как бы продолжением квартиры, дома. А этот символ достаточно жесткий, показывает наличность человека. Поэтому символ балкона, он связан больше с нервной системой человека. То есть именно нервная система, которая находится на кончиках пальцев, на нашей коже, именно она контактирует еще и с внешним миром. Поэтому балкон может указывать также на контакт с новица, с внешним миром. Ну а потом мы рассматриваем внешний вид балкона и действия. Вот устойчивый балкон с хорошими стенами внутри, хорошо сделанный, аккуратный, чистый, говорит о крепкой и здоровой нервной системе этого человека, если он снится таковым. Разрушенные листы на балконе может указывать на больную нервную систему. Если человеку приснился сон, что он упал с балкона и попал в яму, из которой не смог выбраться, то это большая вероятность, что у человека могут быть неприятности, которые могут ввергнуть его или в депрессивное состояние, или может быть каким-то другим ситуациям, из которых ему очень будет трудно выбраться. И они будут связаны именно с нервной системой. Поэтому вот падение, особенно когда человек упал в яму и еще не смог выбраться, значит этому человеку требуется помощь. И это может быть или депрессивное состояние, или какая-то ситуация, где он нуждается, или помощи близких людей, или возможно нужно обратиться к специалисту. Если во сне вас столкнули с балкона, ваш коллега по работе, то тут большая вероятность, что могут подсидеть на работе. И вот тут будьте аккуратны. Вас большая вероятность могут провоцировать на конфликты специально, чтобы вы могли где-то себя неправильно проявить в рабочем коллективе. Если вы выходите во время сна на балкон, при дополнительных негативных символах, которые будут присутствовать во сне, это может быть выйти из себя, то есть спылить. Может быть ситуация будет, когда вы можете выйти из себя. Если стояли на балконе во сне и смотрели с очень большой высоты, то это может быть позитивный вариант, то есть это повышение социального статуса. Опять, смотря какое здание. Если это социальное здание, то это может быть социальный статус. Если это рабочее включение, то тут может быть повышение карьеры. Чем выше этаж, тем выше по социальному статусу или карьере вы поднимаетесь. Если вы срываетесь с балкона и падаете на землю, то большая вероятность будет нервный срыв с последующим больным состоянием. Давайте я вам приведу именно сон, который приснится мужчине. Он видит, как во сне он считает зарплату. И мимо него прошел лось на балкон, встал на перила и сорвался вниз. Что происходит в реальности? В реальности мужчина работает прорабом. У него есть рабочий по фамилии лось. И в данный момент его рабочие работают на фасаде здания в люльках. То есть это снаружи. Какие были рекомендации этому человеку? Усилить технику безопасности. Так как у кого-то из рабочих могут быть неприятности в семейной жизни или в личной жизни. И тут возможен нервный срыв, что может привести к травме. Поэтому было время указано, когда стоит на это обратить внимание. Это день зарплаты. Обратите внимание, конкретное время. День зарплаты или два-три дня до или после. При соблюдении рекомендации травмы не было. Поэтому вот половина балкона, кстати, если вот показан сон, что вы видите только половину балкона. Это нервная система вашей второй половины. То есть она указывает именно на вашу вторую половину. Вот давайте посмотрим еще сон. Сон женщины. Она выходит на балкон и видит, что на второй его половине стоит ведро с тухлой рыбой. И весь пол загажен червями. Что происходит в реальной жизни? У сновидицы нет детей и причину не могут найти. Отношения с мужем испортились. Женщина подозревает, что из-за этой причины он и нервничает. Ну давайте проанализируем вот сон. Ведро с тухлой рыбой может указывать на порчу. Тухлая, гнилая, символ может порчу. Возможен. Тут конкретно нету тухлая рыба. Но это большая вероятность, что что-то где-то провоцирует на то, что человек не может забеременеть. Которое сделано на мужа. Потому что символ второй половины, который указан на мужа идет. Сон. Из-за этого возможно нет детей. Рыба это символ, который может указывать на ребенок. Он гибкий символ. Но он точно так же указывает. В основном рыба бывает к удаче, к успеху, к эмоциям. И к ребенку тоже. Мужа черви и пол, который указывает на порчу. Это идет энергия зависти. Ну какие могут быть рекомендации? Почистить энергетику мужа. А потом посмотреть возможность беременности. Может быть подлечиться. Лечение будет лучше. А может быть просто это первая причина, которая не дает жене забеременеть. Дальше рассматриваем. Если вы удержались на разрушенном балконе, то тут вполне возможно нужно лечить нервную систему. Хотя вы еще удерживаете ее более-менее в каком-то состоянии. То есть нервные срывы у вас еще не происходят, но вы на пределе нервного состояния. Почему? Потому что балкон разрушен. Это разрушенная нервная система. Если видели, что ваш ребенок упал с балкона, тут надо отнестись внимательно к своему ребенку. Возможно, смотря опять сколько ему лет. Если это подростковый возраст, то большая вероятность, что у него могут возникнуть трудности, неприятности, которые могут отразиться на его здоровье и нервной системе. Особенно если вы видели, что ребенок нервный у вас, дерганный, значит тут большая вероятность, что здесь какие-то внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства. Потому что балкон, мы говорили еще, это контакт с внешним нервом. И напряжение нервной ситуации. Тут, может быть, отразились на его нервном состоянии. Если вы видели, во сне балкон без перил, то тут нет защиты от внешнего мира. И вот тут вот возможно, что если нет защиты, то тут большая вероятность нервных срывов. Мужчине приснилось сон, что он выходит на балкон, а он весь разрушен, и у него нет перил. Это тут показано, что нет защиты от внешних каких-то ситуаций. Вот смотрите, что произошло потом с мужчиной. Мужчину сократили, был экономический кризис, и пошло сокращение. Если прыгали во сне с балкона, тут большая вероятность риска. Но надо смотреть на приземление. Если приземлился удачно, значит риск мог быть оправданный. Если ушиблись, упали, то тут лучше не рисковать. Если вы вышли на балкон, и у вас появился страх высоты, то в реальной жизни у вас есть страх, может быть, ответственности за других людей, что может помешать вашей карьере. Тут надо опять смотреть по гороскопу, насколько вот ваш страх подтверждает, нужна вам эта ответственность или нет. Дело в том, что иногда человеку нужно взять ответственность на себя. Это корректирующий знак или асцендент вольве. Но человек, луна в деле, она может давать именно страх. Страх брать ответственность на себя. И человек не захочет этого делать, но жизнь будет его заставлять. И поэтому карьеру человек захочет сделать, но ответственность брать не хочет. И поэтому это может помешать именно карьерной лестнице. Если вы стояли на балконе, и во сне увидели уходящего мужчину, мужа или жену, вот здесь может быть, тут большая вероятность, может быть, к расставанию или болезненному, сложному разводу. Оно, может быть, было связано тоже с нервной системой. То, что уходит муж или жена, это достаточно конкретная рекомендация, а знак того, что у вас отношения уже распадаются. Если вы видели на балконе сваленную в углу капусту, эта капуста, большая вероятность, что она будет показана на символ денег. И тут может быть переживание из-за денег. Прощание на балконе у разлюбленных, если вы со своим любимым человеком прощаетесь, это может быть с недолгим отношением, то есть или очень нервным отношением, которые могут привести к расставанию. Если вы видели на балконе закат, если бы стояли у перилов и ели бутерброд с колбасой, это может быть к выздоровлению. Почему? Потому что что-то уходит. И тут вот это заболевание могло быть связано с нервной системой. Опять смотрим, какой балкон. Если он крепкий, нормальный, здоровый, хороший перила и чистый, значит, что-то, скорее всего, к выздоровлению, потому что закат уходит. Если у вас вход, то это уже наоборот. Вполне возможно, что, особенно если балкон, он говорит, разрушен, захламлен весь, это может быть связано с негативом. То, что может заболевание наоборот возникать. Видели рассвет на балконе и море? Ну, здесь, что вам нужно отдохнуть. Просто отдохнуть. Надо съездить и отдохнуть. Если во сне вы видите, как балкон обрушился, ну, где? Тут вполне возможно что-то гушится в вашей жизни. Это надо смотреть, что происходит в вашей жизни. Это может быть личная жизнь, это может быть карьера, это могут быть многие сферы, которые вот как бы предупреждают сон. Если вы перелазили с одного балкона на второй во сне, вас могут впутывать какие-то очень рискованные дела. Это риск всегда переходить с одного балкона на другой. Поэтому здесь надо очень подумать, стоит с этими делами связываться или нет. Опять же смотрим на балконы. Насколько вот ощущения было у вас после сна. Если было положительно, если все произошло хорошо, может быть и стоит рискнуть. Если во сне вы видели, что ваш балкон завален многими ненужными старыми вещами, нужно разобраться в своей жизни, избавиться от всего ненужного, что вас может напрягать или окружать. Это вещи, связи, люди, мысли, привычки и многое-многое другое. То, что вам уже не нужно, это старое, да уходит. Если балкон ваш застеклен, и вы видите во сне, что чистое, хорошее стекло указывает от прочности вашего положения и защиты от внешнего мира. Если во сне вы видели, что вам кто-то застекляет балкон или укрепляет бортики вашего балкона, то тут большая вероятность помощи со стороны. А если во сне вы пытались залезть на балкон, то вы в реальной жизни будете пытаться добиться уважения со стороны других людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok